Большое спасибо, всем добрый день. Обстановка ДНР остается сложной и напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики 125 раз обстреляли территорию республики. Всего противник выпустил 66 мин калибром 120 и 82 мм. Также противник обстрел территории республики из БМП, БТР, различных типов гранатометов, стрелкового оружия. Приказы на обстрел территории республики отдавали все те же преступники. Соколов, командир 72 бригады, Заболотный, командир 58 бригады, Микоц, командир 93 бригады и Мельник, командир 56 бригады. Наиболее интенсивным обстрелом с применением тяжелого вооружения, запрещенное Минским договоренностям, подверли следующие населенные пункты республики. Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Коминтерного, Саханка, район аэропорта и Петровский район, город Донецк. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил ДНР. Разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов Каменка, 12 километров от линии соприкосновения, обнаружено 3 РСЗО БМ-21 «Град» и 3 танка. Андреевка, 17 километров, обнаружены 5 танков. Авдеевка, 5 километров, обнаружено 4 танка и 5 военных грузовиков типа «Урал» с боеприпасами. Луганская, 7,5 километров, обнаружено 10 БМП, 3 танка, 2 САУ калибром 152 миллиметра и развернута стартовая площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов. Кальчик, 17 километров, обнаружено прибытие 6 танков, 4 САУ калибром 152 миллиметра, 4 военных грузовых автомобилей типа «Урал» с боеприпасами и 150 человек лично-состава. Все данные о нарушении минских доверенностей были переданы представителям СССР и миссии ОБСЕ. По информации, полученной от наших источников в силовых структурах Украины, намечается приезд министра обороны Украины Полторак в зону АТО. Приезд чиновника такого рана вызван контролем размещения наемников, прибывших из Турции. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что Полторак будет лично контролировать размещение и создание комфортных условий нахождения радикальных экстремитов в зоне АТО. Прибытие очередной партии иностранных наемников в зону АТО сразу после визита президента Украины Порошенко в США свидетельствуют о том, что украинское военно-политическое руководство начало экспортировать терроризм с Ближнего Востока в центре Европы. По всей видимости, после соответствующих указаний от своих заокеанских кураторов. Слушаю вопрос.